Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЮАИ ТВ. В студии Тимофей Лутин. Вначале коротко анонс о главном. Россия – самая большая угроза безопасности мира. Такова главная тема Мюнхенской конференции, которая обсуждает более 600 делегатов со всего мира. Инициировал сам отвод. Судья, рассматривавший иск об отстранении главы Минздрава Ульяны Супрун, отказался рассматривать дело. Что дальше? 15 февраля – Всемирный день анкобальных детей. В киевском Ахмадете волонтеры устроили праздник для настоящих супергероев. Как это было? Смотрите выпуски. Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе с начала дня. Российские оккупационные войска в 8 раз открывали огонь по позициям объединенных сил. Пять раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения у Каменки и Новоалександровки били из минометов калибром 120 мм. Из противотанкового ракетного комплекса в районе Марьинки минометы калибра 82 мм использовали у Нижнего, Золотого 1 и Вильного, а в районе Золотого 4 – гранатометы и зенитные установки. Возле Попасной также зафиксированы обстрелы со стороны российских наемников. Бойцы объединенных сил открывали ответный огонь. Репрессии продолжаются. Крымские татары Рустен Эмирусеинов, Эскандер Абдулганиев и Арсен Абхаиров арестованы до 13 апреля. Решение вынес под контроль на Кремлю Киевский районный суд Симферополя. Всех троих обвинили в связях с организацией Хизбут-Тахрир. Она в России считается террористической. Все три заседания прошли в закрытом режиме. Судьи отклонили все ходатайства адвокатов. Мы ходатайствовали об открытом судебном разбирательстве, о том, чтобы хотя бы на оглашение пустили родственников, друзей, близких. Здесь без учета мнения других сторон, без каких-либо, это только лишь по заявлению или по ходатайству прокурора, суд лично в своем кабинете принимает такое решение. Вот так проходят суды над крымскими татарами, над мусульманами Крыма. Рустема Эмерусыиновы, Эскандера Абдулганиева и Арсена Абхаирова российские силовики задержали накануне. Ранним утром ворвались в их дома в поселке Октябрьское с обысками, изъяли технику и литературу, а затем увезли в управление ФСБ в Симферополе. Всех оккупационная власть обвиняет в участии в организации Хизбут-Тахрир. Ситуация вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, растущей противостояния России и Запада, европейская безопасность и обстановка в Сирии. В Мюнхене стартовала 55-я конференция по безопасности. Туда съехались десятки политиков и дипломатов мирового уровня. Что обсуждали в первый день конференции? Смотрите в нашем сюжете. 35 руководителей государств, 80 министров иностранных дел и обороны, сотни экспертов собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Уже пятый год Украина и российская агрессия. Против нее ключевая тема форума. Россия остается угрозой для нашей безопасности. Незаконная деятельность России продолжается непрерывно на суше, на Донбассе и в море, когда она захватила украинские военные корабли и лишила свободы моряков. Мы видели российское безрастутство и пренебрежение жизнью на улицах Британии. С таким вопиющим пренебрежением, международными границами и суверенитетом Россия рушит свою репутацию. Несоблюдение договора о ракетах средней и меньшей дальности – еще одно нарушение России международных соглашений, которое будет обсуждаться на конференции. Было уже более 30 встреч на высоком уровне между Евросоюзом и Россией. Много наших европейских союзников поднимали этот вопрос. Мы должны понимать, не только США, но и другие видят нарушения России. В Европе количество американских ракет не увеличивается, но там появляется все больше и больше российских ракет. Руководитель военного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен призвала укреплять единство НАТО. Потребовалась военная агрессия против Украины, чтобы мы изменили курс. С 2014 года бюджет европейских членов НАТО уже вырос на 36%. Мы планируем большую модернизацию военных мощностей до 2024 года. В Мюнхенской конференции участвует также и украинская делегация во главе с президентом Украины. Петр Порошенко уже встретился с Йенсом Столтенбергом. В субботу примет участие в панельной дискуссии о безопасности в Восточной Европе. На протяжении последующих двух дней дипломаты-эксперты обсудят глобальные региональные кризисы и риски, контроль над вооружениями, будущее НАТО и европейскую безопасность. Инна Касинская, UATV. 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска покинули Афганистан. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман сегодня честовали память погибших воинов-интернационалистов. Число украинцев, которых направил Кремль для выполнения военной операции в период с 1979 по 1989 года, превысило 200 тысяч. Домой не вернулись более трех тысяч человек. Корреспондентка UATV Юлия Башков встретилась с ветеранами войны в Афганистане. Евгений Пташник встречает нас дома. На кухне он заваривает кофе. Кофе стал чаще пить после того, как вернулся из Афганистана. Он показывает вырезку из газеты. На эту фотографию Евгений попал случайно во время привала. Статья называется «Последний километр». Это было 30 лет назад. Это мы уже вышли из Афганистана на выходе. В Кабул он прилетел в 1987-м и сразу попал в роту спецназначения. Бараканский отряд, как его еще называли, останавливал караваны с оружием и боеприпасами. Повозчики передвигались в основном ночью. Каждый раз, меняя маршруты, шли теми тропами, которые знали только местные. Если шли вьючные, то били по передним верблюдам. Они останавливались и начинали бить полностью сразу. Один или два боекомплекта выстреливали. В основном один боекомплект, а второй необходим был для того, чтобы отойти. Мы останавливали этот караван, вызывали подмогу и сразу же уходили. Не лезли ни на проверки, ни на досмотры, чтобы не потерять своих людей. Бараканский отряд известен тем, что остановил самый большой караван за всю историю афганской войны из 200 верблюдов. Режиссер Джереми Гибб снял о спецназе документальный фильм. В нем есть интервью Евгения Пташника. Если бы мы остановили караван и вы сдались, то мы бы передали вас народной армии. Если бы вы сопротивлялись, мы бы ликвидировали вас. Спустя 30 лет Евгений Пташник признается, они понимали бессмысленность войны еще тогда. Советский Иисус ничего не достиг. Он только потерял кучу денег на эту войну. Я считаю тоже, что это не нужная война. Всегда нужно, можно было бы по-другому, найти себе, сделать себе лояльным Афганистан. Вторая война в жизни Евгения началась в 2014-м. Он отправился на Донбасс добровольцем. Эта война больше похожа, наверное, на Вторую мировую. Когда у нас через каждые 3-4 секунды падал снаряд или мина. Свой опыт выживания в боевых условиях афганцы собрали в специальной инструкции по оказанию первой помощи. Так хотели остановить потери. В разгар боевых действий у нас, к сожалению, были ампутации конечности в 8 раз выше, чем в Афганистане. Мы узнав это, мы перевели инструкцию, которая была написана генералом Цыганком, который был начмедом 40-й армии в Афганистане. Выдавали ребятам прямо на фронт, чтобы они изучили и знали, как провести первичную обработку в случае ранения. В войне в Афганистане принимали участие около 200 тысяч украинцев. 3 280 человек погибли, 80 пропали без вести. К сожалению, к сожалению, афганская война продолжает убивать. И ребята, хотя средний возраст ветерана афганской войны, где-то в районе 52 лет. За время войны на Донбассе погибло 17 афганцев. Юлия Башко, Александр Прозоров, Сергей Савчук, ЮНИТВ. Украина привержена курсу евроатлантической интеграции, который теперь закреплен в Конституции. Об этом президент Украины Петр Порошенко заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столденберга во время встречи в Мюнхене. Столденберг позитивно оценил усилия Украины и заверил в поддержке Альянса. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества в ответ на существующие угрозы в Черном и Азовском морях, а также пути усиления украинской армии. Мы обсудили с Йенсом Столденбергом те направления, которые будет иметь Украина в сотрудничестве с НАТО на ближайшие годы. Речь идет об амбициях и плане действий касательно членства, ежегодные национальные программы, развитие сотрудничества для повышения безопасности на всех направлениях. Начиная от кибербезопасности и заканчивая увеличением мощности обороны сферы Украины. Обсудили и скоординировали наши усилия по освобождению 24 украинских военнопленных моряков, украинских кораблей и обеспечению свободы судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Суд по делу об отстранении Ульяны Супрун. Судья окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян заявил о самоотводе. Он рассматривал дело по иску народного депутата Игоря Масичука об отсутствии у Ульяны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Самоотвод Каракашьян озвучил во время рассмотрения иска по сути и удалился в совещательную комнату. Перед началом рассмотрения иска по сути под судом уже традиционно собираются люди. Они пришли поддержать исполняющие обязанности министра здравоохранения. Ульяна Супрун – это тот человек, который менял эту систему здравоохранения. Врачи перестали быть обделенными. Они начали зарабатывать деньги согласно их профессиональным навыкам. Лекарства стали доступнее и дешевле. Сама система реформировалась с советской на адекватную, современную. Я вообще не вижу минусов ее реформы и как сознательный гражданин вышел ее поддержать. Когда пришла Ульяна, на самом деле, это был первый человек, который за все годы независимости сделал решительные шаги. Показал действительно, что она настроена реформировать, что она будет реформировать. И наша медицина через определенный промежуток времени будет медицина самых высоких европейских стандартов. К собравшимся подходит и сама Ульяна. Говорит, благодаря тому, что разблокировали ее полномочия, уже успела подписать 20 важных приказов. В регионы отправились почти 400 тысяч доз вакцин против кори и краснухи. Также лекарства для больных туберкулезом и ВИЧ. На заседание суда идти не собирается, говорит, в министерстве много работы. Сейчас мы с заместителями возвращаемся в министерство и будем дальше работать. Оставляем наших представителей, моего адвоката, представителей министерства юстиции, чтобы они принимали участие в делах. А мы возвращаемся в министерство, чтобы продолжить с нашей командой трансформацию здравоохранения Украины. Заседание переносится, не успев начаться. Судья заявляет самоотвод. Судья назвал таких две обстоятельства. Судья назвал два обстоятельства, которые заставили его взять самоотвод. Первое – это то, что на судью была подана жалоба в Высший совет правосудия. Судья расценил это как давление на суд. Второе – когда он принимал решение об отмене мероприятия обеспечения иска, он был вынужден дать оценку доказательствам, которые касаются рассмотрения дела по сути. Таким образом, для суди появились другие обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности. В суде сообщили, что теперь дело передадут на автоматическое перераспределение. Накануне правительство частично разблокировало работу Министерства здравоохранения. Разрешило Ульяне Супрун распределять вакцины и лекарства по регионам, отправить на лечение за рубеж украинцев и продолжить закупку оборудования. 5 февраля окружной админсуд Киева временно запретил Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения. Иск подал народный депутат Игорь Масичук. Причина – наличие у чиновницы американского гражданства. Любовь Задорожная, Вячеслав Смирнов, Сергей Линский, ЮЭТВ. Четвертый год. Врач-кардиолог, американка украинского происхождения Ульяна Супрун реформирует систему здравоохранения в Украине. Вместе с мужем она приехала в Киев в конце 2013-го во время Евромайдана. С началом войны на Донбассе организовала обучение бойцов тактической медицине и обеспечение армии аптечками натовского стандарта. А в 2016-м году начала менять систему здравоохранения в качестве исполняющей обязанности министра. Что уже реализовала Ульяна Супрун и как борется с мифами среди украинцев – далее в сюжете. 1 августа 2016-го года Ульяна Супрун начала выполнять обязанности министра здравоохранения Украины и взялась за реформирование одной из самых коррумпированных областей, в которой мало что изменилось с советских времен. Уже в октябре 2017-го года Верховная Рада одобрила медицинскую реформу. Ее главный принцип – деньги ходят за пациентом. Теперь украинцы могут выбирать семейного врача. Деньги на зарплаты, оборудование, лекарства и проведение обследований распределяет новый орган – Национальная служба здоровья, исходя из реальных потребностей больниц. А закупки медикаментов происходят через международные организации. Это исключает коррупционные схемы. За неполный год со старта кампании врач для каждой семьи уже почти 25 миллионов граждан выбрали своего семейного врача-терапевта или педиатра для своего ребенка. Это больше половины населения нашей страны. Национальная служба здоровья создана 9 месяцев назад, но уже имеет достижение. 3,5 миллиарда гривен она выплатила по договорам медучреждениям за медицинские услуги конкретным пациентам в 2018 году. За время работы в Минздраве Ульяну Супрун пытались отстранить от должности несколько раз. На защиту министра реформатора становились и простые украинцы, и высшее руководство страны. Например, Владимир Гройсман уверен, что в травле Супрун виноваты люди, которые хотят вернуть коррупцию в систему здравоохранения. Мы начали менять эту систему. Мы сформировали команду Министерства здравоохранения во главе с Ульяной Супрун, которые абсолютно бескомпромиссно готовы бороться с теневыми схемами и вычищать систему. С первого дня ее работы. Ее атакуют, пытаясь повесить все то, что не было сделано 20 лет назад. Они хотят откатить все изменения. Кроме системных изменений в здравоохранении как министр, Ульяна Супрун меняет представление украинцев о здоровье как врач. Опираясь на принципы доказательной медицины, на своей странице в Фейсбук она развенчивает медицинские мифы и дает советы. В постах со смешными картинками она рассказала, как правильно есть, пить и чихать. Открыла глаза на то, что укол манту можно мочить, а мороженое полезно при болях в горле. А вот народные методы первой помощи при ожогах, обмазывании сметаной и растительным маслом, признала бесполезными и даже опасными. Кроме того, в одном из постов разрушила советский миф о вегетососудистой дистонии. Этот диагноз до сих пор ставят тысячам украинцев, хотя в международной медицине его нет. Юлия Крючкова, UATV. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Это позволит ему обойти Конгресс и выделить из бюджета почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее из-за несогласия с законодателями с требованиями Трампа, штаты пережили рекордно долгий шатдаун. Из-за неутвержденного бюджета не работали федеральные учреждения. Около 300 тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, а остальным не платили зарплату. В четверг Сенат и Палата представителей согласились выделить миллиард 300 миллионов долларов на строительство стены. Трамп отметил, осознает, что решение о введении режима ЧП может быть оспорено демократами в суде. У нас будет чрезвычайное положение. В стране нам могут придавить иск и судиться с нами. И мы, возможно, получим неправильное решение. Возможно, за ним еще одно. И тогда мы дойдем до Верховного суда и, надеюсь, там встанут на нашу сторону, и мы выиграем. Всемирный день онкобальных детей. По данным Всемирной организации здоровья, каждый год более чем 300 тысяч детей до 19 лет диагностируют рак. Лечение может затянуться на месяц, и при этом маленькие пациенты зачастую находятся в палатах без привычного общения со сверстниками. Картонные супергерои из американских мультфильмов ожидают маленьких пациентов в одной из комнат онкогематологического отделения Ахмадита. Сегодня покинуть палаты и прийти на праздник, организованный волонтерами, врачи разрешили четырем пациентам. Сегодня у нас день супергероя, потому что наши подопечные – это настоящие герои, это маленькие борцы за жизнь. Мы восхищаемся их мужеством и всячески их поддерживаем. Позитивные эмоции, говорит психолог отделения Анастасия Меркатан, не менее важны в лечении, чем медикаменты. Когда ребенок лучше адаптированный, перенял свой диагноз и имеет хорошую установку на успех, у него меньше падают анализы, у него идет прогресс в лечении, ну и хорошее настроение – это всегда плюс. Плюс родители держатся в более такой форме, потому что когда ребенок счастлив, маме легче переживать, потому что для родителей это тоже, безусловно, стресс. Никита из Мариуполя вырезает символ человека-молнии. Супергеро – это не тот, кто людей спасает, это тот, кто хотя бы старается им помочь. Пятый месяц Никита проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза или рака крови. Это повторный курс. Мама поддерживает ребенка постоянно, мотивирует учиться дистанционно, но, говорит, сын очень скучает по одноклассникам. К сожалению, лечение лейкоза, гематологических заболеваний проходит так, что дети практически изолированы от общества, от коллектива, от своих сверстников, других детей. Все, что он может со своими близкими, включая папу, пообщаться, по скайпу, через социальные сети. И все. Общение живое происходит только с мамой в палате непосредственно, либо с волонтерами и с теми детками, которые многочисленные могут в данный момент выйти на занятия. Немного картона, клея, яркого фетра и детской фантазии. И одноразовая медицинская накидка превращается в супергеройский плащ. Надев ее, дети мечтают вершить чудеса. Только в этом отделении Ахмадита лечение проходит 24 пациента возрастом до 17 лет. Каждый год онкологические заболевания диагностируют у 1200 украинских детей. Ольга Михалюк, Евгений Савицкий, ЮЭТВ. Первую медицинскую проверку прошел 11-месячный полярный медвежонок. Это девочка, обитатели Берлинского зоопарка. Детеныша взвесили, измерили и сделали все необходимые прививки. После рождения эта девочка жила вдвоем с матерью. Весной их перевезут в открытый вольер. Тогда медвежонка смогут увидеть посетителей зверинца. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас все. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова